Всем привет, дорогие друзья! Вы нихрена не посмотрели, просмотров нет, там было 50 что ли просмотров, это очень мало, я очень недоволен. Но сегодня мы продолжаем смотреть передачу «Сколько стоит шмот?» выпуск с Владом бумагой А4. Я надеюсь, хотя бы так кто-то посмотрит, потому что Влад бумага вроде как популярен, я не знаю, что сейчас популярно. Я думал, это популярно, я думал, я стану популярным. Я не популярен, все, но мы продолжаем этот аттракцион говна, потому что, ну, ребятам мне делать больше нечего на карантине. Смотрим. 18+. Всем привет, меня зовут Влад А4, добро пожаловать. Без Макса, куда же мы без Макса? Я себя сколько помню, вот без Макса никуда. Мы могли бы сейчас крепко обняться, но тебе 17. А в тюрьме бы ты крепко обнялся с ней? Ну, мне 18 августа. А, все, не, можно, 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 нормально. Пойдет, пойдет. Если она никому не расскажет, то это про Катю. Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымо, дымоход. Пуч юхен, запмодники. Еще больше роликов на тему «Сколько стоит шмот?» ты найдешь на нашем втором канале «Дымоходик». Ссылка в описании. А сегодня мы снова в самом центре Москвы в поисках модных и стильных людей. Подписывайся на наш инстаграм и тикток, там мы общаемся со своими зрителями. Подписывайся на мой личный канал, Саша Великолепный, я снимаю проект «Сколько стоит хата?». Да я уже сказал в прошлый раз, что я не подпишусь, пошел ты. И на канал Заводного Макса, хроники Заводного Макса. Это интервью лучше, чем у Дудя. Ну а это видео досмотри до конца. Там тебя ждет розыгрыш 10 тысяч рублей. Погнали! Здарова, как зовут? Привет, меня зовут Влад. А я это точно не смотрел? Я просто не знаю. Выглядит он как бабушкин ковер. Я, по-моему, где-то уже это комментировал, но не помню. Влад, сколько лет тебе? Мне 25 лет. Версачьи кроссовки стоят 56 тысяч. Кошмар! Какой кошмар! Это просто ужас! Это реально какая-то хохлома! Это просто бабушка с шеей мне кроссовки. На, внучок, держи. Только что взял. Тут заменка ебать, Хьюго Босс. Штаны ноунейм. Косыря 3 стоят. Куртка Версачи Барокко. 86 тысяч стоят. Очки Версачи. Просто лук твоего бати, когда он выходит из дачного сортира. 300 баксов стоят. Подвеска тоже Версачи. Ну и все, Версачи, конечно, покупаю, пацаны. Версачи это очень класс, пиздец. Все Версачи, Версачи, Версачи. А выглядит просто как будто, я не знаю, у соседа одолжил алкаша. Подвеска Версачи 27 тысяч. Кольцо Версачи 22 тысячи. Браслет Версачи. Вроде, блядь, 500 с хуем баксов, короче. Майкл ноунейм. Все. Ты весь на Версачи. Секунда кринжа. Твой папа богаче, Эль Пачо. Звони, если чё. А я на Версаче. И я богаче. И я богаче. Таму Эль Пачо. Как было мудно прямо в 90-х, когда малиновые пиджаки и Версачи. И ты весь... Я пиар-директор Эдварда Билла. Ну, еще нескольких блогеров, типа, там, опасного канал. Может, знаете. Пиар-директор, да. Менеджер по рекламе. Эдика. Эдика, да. А, это пиар-директор вот этого чувака, который пранки устраивает дебильные вот эти. Подходит до людей, докапывается. Ну, рассказывай, как проходит день пиар-директора Эдварда Билла? Офигенно. Проснулся. Тут небольшие съемки. Потом поехали по делам. Купили одежду. И дальше делами заниматься. Все. Ты не крастишь? Я седой, я седой. Это генный тип. А я 17 лет просто седой. Кошмар. Блин, это почти как я. У меня 16-18 не посидел. Это... Вот если вы не будете смотреть, я посидею. Я ведь стану седым. Я ведь стану седым. Вы хотите, чтобы я был седым? Я буду седым. Сколько тебе сейчас вместе надо для комфортной твоей жизни денег? Ну, на самом деле, не считая того, что у меня есть жена и ребенок. Уже? Да, которые требовательны очень сильно к расходам. Ну, мне чисто лично, с 1150 вполне вообще хватит. Но на шмотки-то не хватит. Ну, на шмотки, да, не хватит. На шмотки трачу, блядь, заебись. Как давно ты пиар-директор Эдварда? С самого начала проекта. Я его единственный постоянный менеджер. Это заметно. Это получается, ну, два года уже почти. Больше двух лет. То есть, если теоретически я захочу позвать Эдварда к себе на интервью? Ну, мне нужно писать, конечно же. Я с ним договорюсь и придет, и все. Прямо бесплатно? Ну, наверное, не бесплатно. Ебаться в жопу так же вредно, как курить? Ой, вот это вот, это их новое шоу, типа разговоры, ну, типа, короче, интервью, или как оно сейчас это называется. Такое говно, я промотаю вот это вот все. Но ссылочка, если что, в описании. Привет, как тебя зовут? Привет, Лера. Лера, не замерзла? Лера, я так понимаю, это тиктокер, она вроде как популярная и самая, возможно. Наверное, по-моему, это самая популярная тиктокерша в России, да, обычная тиктокер у нее. Ну, так, немножко есть такое. Сколько тебе годиков? 17. Саня Макуин? Да, я здесь брала. Но они где-то 32,900, по-моему, стоили. Костюм это Паша Воли, вот, то есть, как бы, про... Костюм, наверное, стоил где-то 10 тысяч. Браслет мамы на 8 марта подарила, это просто Сваровский. Куртка, не знаю, Lady Gentleman брала, вроде бы, Орса, но я не помню, сколько она стоила. Но она не особо дорогая была, где-то 107. Тоже Сваровские украшения, ну, мне это подарили, цену не знаю. Что там черное такое? Это лебедь. Черный лебедь. Сумка, да, Michael Kors, ну, может быть, 1020. Серьги. Одни простые, лечебные, вот эти еще остались, а эти с бриллиантами Apple Diamond или Apple, ну, я не помню, как называется бренд. Ну, она недорого одета, кстати. Тикток еще не позволяет зарабатывать, ей много. Тоже подарок. Ты тоже не сама пока зарабатываешь? Да, мама. Все мама покупает? Все мама, да. Мама, все, все мама, мама все зарабатывает, как это мило. Парня нет, маму. А хочешь найти? Ну, в теории, да, я специально не занимаюсь поисками, но когда получится, тогда получится. А важно, чтобы он начал дарить тебе тоже какие-то подарочки? Ну, в принципе, любые знаки внимания, это приятно. А если он будет? Вот это, в принципе, любые знаки внимания, это приятно. Скажи честно, я хочу, чтобы мне дарили много украшений, потому что мне нравится выглядеть как цыганка, как мразь, одетая в кучу золота, выходить на улицу, воровать у детишек деньги. Розочки из салфеточек скручивать, водить тебя в Макдональдс. Ну, я просто Макдональдс не ем. Ну, будет водить тебя в какую-нибудь столовую. Ну, я просто ем, да, в ресторанах вообще. Ой, ой, какие мы бедные. В Макдональдсе мы не едим. Ну, будет приятно, если будут знаки внимания. Ага, ага, ага. А сейчас прям в Макдональдсе самое вкусное, что только есть. Это самое лучшее место для еды. Ну, а это не страшно, Жен. А сколько ты сейчас сама тратишь в месяц примерно так, свои нужды? Я очень много трачу на репетиторов, потому что я к ЕГЭ подготавливаюсь, но в общей сумме 250-300. Потому что ты тупая. Ой, все, мне нельзя так это. Это просто... Мне надо к психиатру идти, я не могу. Это ужас, это ужас. Это просто ужас. Я просто мразь, я вот такая мразь. Тысяча рублей? Ну да. Подожди, а сколько из этого на репетиторов уходит? Тысяча столов. Сто тысяч на репетитор... А, а ЕГЭ-то отменили. А-а-а, выпуск-то какого? Секунду, выпуск-то какого? Выпуск-то 20 марта тогда еще не отменили, а сейчас отменили. Вот это ты дура, вот это ты дура. Сто тысяч, сто тысяч и отменили ЕГЭ. Вот это ты дура. А-а-а, просто твои родители просрали сколько, сто тысяч в месяц, да? Они лям-двести просрали на репетиторов. Кошмар. Остальные три, двести. А-а-а, ну не двести где-то, сто пятьдесят, а ну я на такси езжу в основном. Я тоже, но не сто пятьдесят. Или ты в Майбахе всегда заказываешь? Нет, это комфорт плюс. То есть в рестораны комфорт плюс Макдональдс не пойдет, будет приятно, если будет дарить. Ты не найдешь себе такого парня тогда? Не, ну может найдешь, конечно, но это будет вот тот мужик, который весь в Версаче. Потом там маме подарки покупаем. Ну а что, она на меня деньги тратит, я на нее ее тоже потрачу. Получается, ты на нее ее деньги тратишь. Да, хорошая тактика. Не, ну все равно приятно, там на работу с цветочками приезжаем. Очень приятно, знаешь, с карточки сняли, такая... О-о-о-о, опять она что-то купила. Ну ждем, ждем. О, пришла. Спасибо за цветочки, дочка, так приятно. Мои-то деньги-то... Мы просто вдвоем живем. Я мама. В разводе родителей. Вот. А папа не помогает? Нет. Ну он в основном просто алименты по безработице шлет, хоть он работает и все. Ну вот, но он не общается особо со мной. Как-то грустно, да, но факт. Ну, если тебе станет легче, мой со мной тоже не общается. Один-один, да. Ну мы могли бы сейчас крепко обняться, но тебе 17. Ну мне 18 в августе. Все, посадили. Посадили Сашу великолепного. Здорово, как зовут? Тихон. Тихон? Да. У меня кота у бабушки так зовут. Сколько лет, Тихон? 18. Вижу, изики. Да, ну, по-моему, они 17 тысяч стоят. Это самые убогие кроссовки изи-буст, которые я видел. То есть есть серые, там вроде черные, белые. Просто какие-то зеленые, как будто ящерицу разорвали, натянули и сшили. Штаны Palm Angels. Ну что-то они, наверное, в районе 45, наверное, стоят. Футболка 30-35, наверное, тоже Palm Angels. Так, это Dolce & Gabbana? Сотку? Да. О, ну вот. То есть Даша Каплан просто свои кофты по 6 тысяч продает, дорогущие. И то это считается дорого. А он, ой, соточка за кофточки две. Ну, тут еще носки купил всякие. Носки? Да. Покеш, что за носки? Вэтмонс. Витмо, правильно, дружище. Да, Вэтмонс. Но это не считается, это не считается. Это ребук написано. Какое витмо? Ребук написано. Это не считается. Если я купил, я могу еще, знаешь, ой, я купил недавно вот машину, вот это тоже мой аксессуар. Это не считается. Сколько стоит твой шмот, это то, что на тебе, а не то, что ты купил. Подожди, Витмо, сколько они стоят, расскажи. Шесть, ну вот, шесть. Шесть триста. Вот есть Версачи еще купил за пять семьсот. Так как ты достал, просто торгаш с рынка какой-то. Вот у меня еще Версачи есть, ребук есть. Или ребук, я не знаю, как правильно. Такие. А зачем покупать, люди вот спросят, носки, типа, на 20 тысяч, когда можно пойти в Ашан, и там по 300 рублей прекрасные носки. Ну, вообще нравится, просто брендовые вещи. Люблю это. А так, ну, я могу и в обычных брендах ходить. А че ж ты не ходишь-то в них? Вы все все можете. Я могу и жить на 30 тысяч в месяц. Я могу и ходить без брендов. А че ж ты не ходишь? Вот я могу, я хожу. А че ты вот можешь, но не ходишь? Ну, сходи, попробуй. Хотя бы месяц покажи, что ты можешь. Это как, знаете, вот депутат была, которая, ой, на 3 тысячи можно прожить. И вот ее осадили и уволили, насколько я знаю. А вот этого чувака никто и не трогал. У меня нет такого, то что Zara, Adidas мне все нравится. Zara и Adidas это не ноунейм. Zara и Adidas это для многих высший потолок, который они могут себе позволить. Adidas вообще мало кто может себе позволить. Тоже мне такой, он интересный. Че у тебя за часы, кстати? Илью Снердин. Пак-пак-пакеш? Сколько они такие стоят? По-моему, 35 тысяч долларов. Где ты такие часы себе взял? В мусорке. Или? Батя? Да. Тихо, ну расскажи, где ты деньги на все это добро берешь? Поднимаю на фонбете. Да, конечно, ты поднимаешь, дорогой ты мой. Ты только жопу свою с дивана поднимаешь, чтобы в цум сходить. У меня сегодня выпуск не негативный, а грустный какой-то. Нравится футбол, увлекаюсь этим, слежу за событиями. Ну и родители помогают. Всем привет, меня зовут Влад А4. И добро пожаловать на канал Дымоход. Влад, сколько тебе лет сейчас? Мне 23 года. Как часто ты в Москве бываешь? Мне кажется, Влад А4 будет здесь самым адекватным. Хотя я думал вначале, что это будет не так, но это, видимо, так. По работе вообще я нахожусь на постоянной основе в Минске. Там работаем с командой, живем вообще, все делаем. А когда накапливаются проектики разные в Москве, и когда там вещи, например, заканчиваются, то надо ехать в Москву. И вот сейчас в эту поездку я здесь был 5 дней. Тапки Левитон. Ну они где-то там... Он хотя бы зарабатывает, я не знаю, своим творчеством, да, говно какое-то снимает для детишек. Но хотя бы, блин, хотя бы чувак сам что-то делает. Я не знаю, я злой сегодня, грустный. Тысячу долларов стоит примерно. А в российских рублях надо, да? Ну, я думаю, они где-то 1065 стоят. Ага, у Пау Мэнджелса это костюм у тебя? Или просто штаны? Нет, это просто штаны, велюровые. Такого верха не было, к сожалению. Пришлось взять такие вот штанишки. 1035 они стоят? Наверное так. Сумка Dior, да, сколько она стоит? Не знаю, тысячи полторы-две. Часовка Валентина, она 95 вроде бы стоит. И вот эта тоже Валентина штучка. Я не знаю, сколько она стоит. Ну, поищем. Поищите, вот она. И майка у меня. Баленсиага. Да. Майка похожа, как будто с рынка просто батя такой купил и пришел домой, смотри, купил Баленсиага. Просто какая-то маленькая хрень такая написана. Баленсиага. Обычным шрифтом. Таймс не Роман. И мой любимый раритет. Это мои часики, мои первые самые любимые. Нам миллион шестьдесят стоять. Слушай, а сейчас открыты границы между Россией и Беларусью? Пока не закрыли из-за этого коронавируса? Ну, пока открыты, да. Сегодня лечу домой. Как так получилось, что у тебя так много миллионов подписчиков? Почему? Как ты думаешь? Я думаю, что мы много работаем просто и все. Ну, в принципе, он прав. Они просто снимают каждый день говновидосы. И они стали популярными. В этом нет ничего такого. То есть, его я никак не осуждаю. Он реально сам заработал. Он был не очень популярным. Миг стал популярным. Ну, типа, таких людей много. Моргенштерн, например. Еще кто? Кого сейчас так сходу? Иван Гай, в принципе. Ну, он не настолько быстро стал популярным. Но, в принципе, тоже достаточно быстро. Его нельзя судить за это. За такой вид, как бы, богатый. Но вот этого чувака, который был в начале, который поднимает на фон бете. Пошел бы ты в жопу, чувак. Пошел бы ты в жопу. Это обращение к тебе. Пошел ты нахрен. Урод. Я и моя команда, и мои пацаны, я вас люблю. И мы просто много работаем еще. И вы тоже, видите, много работаете. Тут мониторите прохожих людей. Ну, у нас чуть-чуть меньше, чем у тебя. Но мы тоже стараемся. Вы молодцы. Вы стараетесь. Я иногда вас поглядываю. И вот жду выпуск с собой. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на ребят. Хороший, добрый чувак. Если хочешь покупать такие же вещи, как у Влада, но в пять раз дешевле, и при этом, сидя дома, зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц на их перепродаже, пацаны, но ценз комьюнити. Давай, мы смотрели это в прошлый раз, из-за этого просмотров и нет, из-за этой рекламы вашей поганой. Здорово, как тебя зовут? Меня зовут Кирилл Дединок. Кирилл Дединок? Ты известный? Нет, я работаю с известными тинейджерами, блогерами, звездами, самыми известными. Сколько тебе лет? 30. Прикинь, я только подумал, 40, но 30. Никто не подумал, что тебе 40, все подумали, что тебе 20. Это вот выпендрежник тоже тут еще. Ой, я выгляжу старым. Ты выглядишь уродом, но не старым. Серьезно? Ты чувствуешь себя стар в своих лет? Я в этом году просто праздновал 40-летие, чтобы не праздновать 30-летие. А типа 40 лет же не празднуют, поэтому я объявил, что мне 40. Чушь какая-то. Ой, я на скорости 2 все это время смотрел, да? Твою мать. Замедай. Кроссовки. 65 тысяч рублей. Возможно, да. Штаны просто Томихел Фигер. Сам купил, не помню, сколько дал. Рубашка тоже не поверит, что Томихел Фигер. Куртка приехала к нам из Лондона. Да она не к тебе приехала, а ты ее купил в Лондоне. Че она на колесах, что ли, к тебе приехала? Были мы с бумагой в Лондоне по работе, конечно же. Просто рюкзак, но он такой, как это называется? Убогий он это называется. Ублюдский рюкзак, который прорежут тебя в метро, тварь. Кожаный. Нет, подождите, у него бренд вот называется как-то. Икварда. Да, ты уже... Подождите, нет, стойте, нет, я не бомж, у меня еще и здесь бренд. Секунду. Урод. Проговорился, что я с бумагой летал в Лондон, значит, как минимум с ним ты работаешь. С кем еще? Катя Адушкина, Карина Карамбэби, Алена Венум, Лиза Пескова. Там список большой халбер, у вас же бывают здесь постоянно, должны быть... Вот они в ЦУМ ходят каждый день вместо фитнеса. Чего вы такие добрые? Я думал, вы такие пожестче. У вас просто иногда такие фрики бывают. Я думал, вы прям суровые. Они хорошие, ребята, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и колокольчики. Да я рот ебал феминисток. Я ебал сам себя, это нормально. И вот началась вот эта вот реклама дебильного этого шоу. Соси член, падла. О, Господи Иисусе. Я сидел на наркоте. Что ж ты, блядь, за чудовище-то такое, блядь? Я не могу, у меня сейчас инсульт случится. Я просто очень злой. Это просто кошмар. Все, все плохо, все плохо. Просмотров нет, я злой. Я сижу перед компьютером неделю. Поставьте лайк. Подпишитесь вы на канал. Посмотрите вы ролик. Петр, добрый день. Привет. Неожиданно приятно было встретить вас здесь, возле ЦУМа. Вы кто? Единственного адекватного человека, который хотя бы работал на свой богатый шмот и, не знаю, и достоин его. А не просто школьник, который вырядился на деньги родителей в какое-то говно. Мы, домоход, спрашиваем людей, сколько стоит их шмот. Ну, мне простительно, что я не знаю, кто вы, а? Конечно, простительно. Мне 53. Ну, сразу видно, культурный человек, просто культурный, хороший человек, который, даже если бы он был одет во что угодно, хоть в соболиную шубу, это все равно выглядело бы органично. Потому что человек хороший, культурный, а не мразь, который на фонбете поднимает, тварь. Подожди, а сколько идет своя игра? 26 лет. 26, да. Это получается, я чуть-чуть постарше этой игры? Ты постарше? 29. Тебе 29? Когда ко мне подходят иногда люди твоего возраста, чтобы сфотографироваться, ничего, что я на ты? А можем на ты? Да, 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 легко. А когда ко мне подходят люди твоего возраста, чтобы сфотографироваться, я все время говорю, включайте видео и говорите, как зовут маму или бабушку. И говорю там, Марья Петровна, привет-привет. Петь, ну смотри, моя мама, бабушка, дедушка и все родственники точно будут смотреть это видео, и им будет тоже интересно узнать, во что ты одета и сколько стоит твоя одежда. Да им насрать будет, они даже не вспомнят про него. Что-то им будет интересно, никому не будет интересно. Ты никому не интересен. Твоё шоу поганое. Его смотрят только тупые реакторы, типа меня. Все, у меня плохое настроение. Сейчас я выдохну, подождите. Надо к психиатру срочно. Блин, а у вас так, да? Купил неделю назад, они мне еще натирают. Они называются что-то там серпентини за 150 долларов. Так и называются там, чего-то там-тере серпентини. Джинсы. Куплено в магазине «Джинсовая симфония». У него даже магазины не хайповые, а просто какие-то вообще «Джинсовая симфония». Долларов за 100, «Пионер» называются. Так, пальто. Можно я подгляжу? Пальто всегда. Вот написано. Александр Монзони. Александр Монзони. Куплено год-два назад в «Леди и джентльмене», за сколько не помню. Ну, кстати, пока не очень дорого. Ну, типа, кожаные ботинки из натуральной кожи, насколько я понял. И джинсы, видимо, хорошие, качественные. Долларов за 300, наверное. Шарфик, не помню, кто-то дал. И майка, вот майка, она с принтом. Такой плохой мерч. Если это чей-то мерч, то он ужасен просто. Это просто... Ну, нельзя делать мерч, просто написав вот такими обычными буквами, типа. Так даже превьюшки для видео нельзя сделать просто обычным шрифтом написав. Это, ну, некрасиво выглядит. Вот. На ней написано «водка ми». Это что-то символичное? Это... У меня... У меня... Показал бы, у меня есть татуировка на левом предплечье. На нем написано «Old Habits Die Hard». Это из «Роллинг Стоун», в смысле, тяжело бросать старые привычки. Вот «водка ми» — это как бы вот из этой же серии. Это ютуб-канал, на самом деле. Который имеет ко мне какое-то отношение, в общем-то. Какое? Ты пьешь? Ну, иногда позволяю. Крепкий алкоголь. Бывает. You welcome, приходи. Если у тебя свое шоу на ютубе? Ну, что-то вроде того. Там всякие представители... Алкоголиков. Барной алкогольной индустрии, А также представители творческой интеллигенции. Ну, это вот, да, типичная творческая интеллигенция. Алкоголичная вот эта вот. В подъезде сидит. А это мы. Саша, а ты же творческая интеллигенция. Ну, теперь да. Нет, что так. Шутки шутками я вас видел много раз. Они пытаются выяснить, кто из них лучше разбирается в элитном алкоголе. Поэтому канал называется Водка. Самый неэлитный алкоголь в мире. Как говорит одна моя знакомая, в элитном бухлишке. Ну, мы, конечно, немножко деревяшки в этом, но мы постараемся посостязаться. Я деревяшка в вашем этом самом... Такой вот, типа, кокетливый дедушка. Стилек называется, да? Кокетливый дедушка. Все, мы с Максом тогда вместе придем. С Максом? А как без Макса-то-то что? Без Макса? Куда же мы без Макса? Я себя сколько помню, вот без Макса никуда. Что-то какие-то уже даже шутки пошли старушачьи, не смешные, просто какие-то дедовские разговоры. А сейчас давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Нет, не будем мы подводить итоги. Все, я злой, я не могу. Мы заканчиваем. Мы заканчиваем. Это короткий выпуск, 20 минутный. Все равно его никто не посмотрит. Ноль просмотров, я не буду стараться. Все, я не знаю, это просто... У меня руки трясутся, я не могу. Я не знаю, что со мной сегодня. Меня просто колотит, просто колотит. Понимаете, от злости. Я сначала смотрел на скорости 1.75, то есть полролика в принципе в жопу. Просто сразу в жопу. Я не знаю, как это замедлять. Да пошли вы нахрен, а? Вот не подписывайтесь, я злой теперь. Вот те, кто не подписан, подпишись на канал. Подпишись на канал. Подпишись на канал. Поставь лайк. Поставь колокольчик, чтобы узнавать о новых видео. Напиши комментарий. Напиши мне в комментарии, что мне еще посмотреть, кроме этого тупого шоу. Ну, пожалуйста. Ну, 100 просмотров хотя бы набейте. 100. Вот 100. Вот здесь вот. Циферка не будет летать, потому что я не умею монтировать. Но 100 просмотров, пожалуйста. 100 просмотров. Хотя бы соточку. Вот просто соточку. Все. Всем до встречи. Всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Я не завис. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»